приветствую гостей подписчиков канала бодр 23 сегодня у нас так сказать крайний обзор колонок с 50b и усилителя радиотехника у 7 1 1 2 в общем могу сказать что продаю я этот данный комплект us потому что хочу перейти на с 90b но хотел бы финальный обзор сделать в позитивном русле конечно немножко жалко расставаться с этими колонками но есть ряд нюансов почему хочу купить с 90b ну начнем с самого главного усилитель усилитель у нас два канала по 50 ватт это максимальная мощность но могу сказать что для того чтобы оптимально было и не было перегрузки самого усилителя нужно брать который будет с номинальным напряжением точнее номинальным номинальной мощностью 50 ватт здесь пиковая мощность 50 номинальная 35 ну как принципе и сами динамики 35 гдн у них 50 ватт максимальная но смотрите есть такой нюанс номинальности и максимальности максимальности это максимальная нагрузка максимальный прогрев здесь у нас один все-таки радиатор на котором все транзисторы собраны поэтому чтоб был запас мощности все-таки не рекомендуется использовать на максимальной громкости в больше одного часа или более данный усилитель перегрев идет люди делают модернизацию ставят кулера и все остальное но могу сказать что если не нагружать на максимум то справляется ими данными обязательствами усилитель полностью ну а колонки конечно превыше всяких похвал естественно с 50b это классика можно так сказать здесь и бас мягкий бас и в ч на хорошем уровне и конечно середина это широкополосная трехполосная система да но могу сказать единственный минус их не это в том заключается что если ты очень хороший меломан у тебя нормальный усилитель если ты дашь передашь нагрузку на в ч динамик он имеет свойство выходить из строя потому что он самое слабое место в этих колонках любителям в ч призвуков тарелок ротска так сказать если слушать тяжелую музычку можете немножко нагрузить динамики высокочастотные и все и сгорит поэтому очень частые замены здесь идут в ч но я слава богу не перебарщивал старался зная эту особенность поэтому у меня и не загорела так что так ну дамы господа могу сказать что это акустика реально все-таки вот это крепление как как я сделал на стене она не подходит нужно напольное размещение это два ну и три данная кустика конечно ультра бюджетного сегмента и с хорошим качеством звука рекомендую приобретению к установке и всего остального есть конечно если у вас больше денег есть возможность купить с 90b и усилитель под них это будет просто конечно классика но я надеюсь а с 90b будут поярче и по мощности и по выживаемости ну и самое главное хотя бы вам финальный тест забахать музыки без авторских прав так сигнал у нас есть ну еще как обычно наш тюнер включены это с 35 на пятерку переходник выкручиваем наш регулятор громкости ну и давайте услышим как звучит классика ну и Субтитры добавил DimaTorzok Да, дамы и господа, вот видите, даже индикаторы перегрузки срабатывали. В принципе, данный усилитель их раскачивает, но кто-то в этой связке страдает от большой перенагрузки. Поэтому будьте бздительны и аккуратны. И тогда ваша техника не выйдет со строя. И ваша техника не выйдет со строя, и вы будете довольны. И самое главное, максимальное качество звука и производительность. Здесь мощность присутствует, высокое звуковое давление присутствует и удовольствие от прослушивания в том числе. Так что вот так, закрываем одну эпоху аудиопрослушивания, открываем другую. Следующим обзором будет S90B. Ну, я думаю, скорее всего, у нас скоро будет усилитель Phoenix. Два канала по 90 Вт. И там будем посмотреть разницу. Так что вот такие вот музыкальные пирожки. Ну, дамы и господа, если вам понравилось данное видео, ставьте свой лайк. Если не понравилось, ставьте свой дизлайк. Подписывайтесь на наш канал, если так же не забывайте, бить колокольчик. Все, ребята, всем спасибо за данное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok